Экономическая ассоциация с Европейским Союзом ни в коей мере не препятствует Республике Молдова сохранять и развивать отношения со своими традиционными партнерами, в том числе и со странами СНГ. Таким образом, Молдова может только выиграть от своего географического расположения между Востоком и Западом, расширив и разнообразив тем самым рынки сбыта для своих товаров. Молдавские производители смогут наконец избавиться от зависимости от восточного рынка, где правила игры устанавливает Россия, часто их меняя, исходя из политических соображений. Достаточно вспомнить множество запретов Роспотребнадзора на импорт в Россию молдавских фруктов, вина, овощей, мяса и консервной продукции с целью политического давления. Роспотребнадзора на импорт. Роспотребнадзора на импорт. неминуемо к росту цен на многие привычные для нас товары, поскольку Молдова будет обязана повысить свои таможенные тарифы на весь импорт из стран, не входящих в таможенный союз. Для многих граждан Молдовы качественные западные товары окажутся не по карману, и им придется довольствоваться импортом из России, Казахстана и Беларуси. Беларуси в том, что Беларуси абсолютно рациональны, которые используют Федерация Русская в росте с Республика Молдова и Украина. И даже recent, дам Лукашенко, визитом Республика Молдова, показал, что сменение акадового социального росту к Республика Молдова не является неприятным в росте с вредной страны. Дам Лукашенко показал, что Беларуси видит авантажен факту, что Республика Молдова сконектирует к спасти экономикой Унии Европейской. И когда Федерация Русская диктует интерьер Унии в Амале, то регулировать комфортамент абсолютно не приятенос на рапорт Украины и на рапорт Республики Молдова. Миф о том, что для Молдовы вступление в таможенный союз выгоднее, чем зона свободной торговли с Евросоюзом, разбивается от цифры. Европейский рынок — это 503 миллиона потребителей, втрое больше, чем рынок таможенного союза. В настоящий момент больше половины молдавского экспорта приходится на Европейский союз. В Россию мы экспортируем меньше 20% наших товаров. Объем внешней торговли стран Европейского союза составляет 3,7 триллиона долларов, против одного триллиона в России, Казахстане и Белоруссии вместе взятых. Средняя заработная плата в Евросоюзе в 3,5 раза больше, чем в таможенном союзе, а пенсии в 11 раз больше.